Да, всем привет. Может, часть меня знает, что нет, но, если что, я Ярослав Владимир Натый, руководителем разработчиков Банны Технологии. И, в принципе, давайте я попробую немножко по генде. Вот что, куда нажимаете? Слайдер нажми. На правом. Что вы говорите? Я что, я по организму. Давайте так. Вот. Погета у нас очень простая. Ну, в принципе, поговорим о том, кто мы. С чего начать? Как делать не надо, как надо. Вот. Понятно, кто мы? Ребята, кто вообще делал генде. Делал с бюджетом? Мисс, пожалуйста, вы. Вы из этих вот людей, кто занимается администрированием бюджета? Да. Кто-то разрабатывал, как жиры? А на регулярной основе? Понятно. То есть, в принципе, все остальные, это люди, которые пользуются жирой, как обычно пользуются. Правильно я понимаю? Вот. Ну, соответственно, прежде чем что-то писать, надо понять, где находится точка зрения процесса. Я какую-нибудь большую матку тебе написал в рамках становления процесса и в рамках действий, которые вы делаете. Не знаю, кто находится на стадии внедрения процесса, я думаю, действий тех нет. Поним? А на стадии становления тоже нет. То есть, у вас у всех уже нормализация, оптимизация, импробмент, интеграция, все как положено, да? Рэфицианс, правильно? Да. Да. Цикарно. Ну, собственно, все очень просто. Цветами я вам подсветил разные стадии. То есть, вместо того, на какой стадии вы находитесь и что вы делаете, ну, сверху вам написано, примерное решение, что делать, что не делать. Соответственно, если вы пошли дешевым путем, с точки зрения, может, довольно сильно, но зародились в течение денег. Ну, я тут не рассматриваю эту песочку. Вы находитесь у какого-то вендора от вас, он говорите тайную денежку, построенную процесс и мы хотим летать. Дальше это его головная боль и боль вашего бюджетного процвета. Если вы находитесь, в принципе, на стадии внедрения процессов, лучше просто пойти пообщаться с людьми, не делать никакого ракутсанта, попробовать, спросить, как хорошо, что работает, что летает и не болит. В принципе, ответы на большинство вопросов, которые вас интересуют, вы найдете в Marketplace и за относительно символическую сумму вы получите тот функционал, который вас устроит. После того, как вы четко накрутили, ну, логично возникает потребность что-то оптимизировать, подкачивать, заскриптовать и тому подобное. Соответственно, вот на второй стадии, на становлении процессов, я вот поставил важный момент, что вы не только берете и покупаете в Marketplace, но еще используете всякие скриптовые плюшки, которые приносят разные функциональные поединения, которые там есть. О них поговорим немножко подробнее. Если у вас все стало хорошо и вы когда-то дошли до оптимизации вот этого процесса, то у вас возникает две потребности. Начать просто разрабатывать и разрабатывать какие-то инфляционные решения. Инфляционными решениями я подразумеваю не только написать какой-то плагин, который будет общаться с какой-то внешней системой, но и написать какой-то плагин, который будет объединять много плагинов, забирать какие-то данные, что-то агрегировать, строить, то описать. Вот обычно на стадии оптимизации процессов с точки зрения теста, ребята начинают ходить и в какой-то момент понимают, что мы настолько круто все заинтегрировали, что у нас ничего не работало. И когда они приходят в стадию автоматизации, они гайки обратно расключивают и говорят, что, ну, ребята, это, конечно, хорошо, но если что-то, где-то сломалось, то у меня столкнулся здесь процесс. И если стал процесс, то как-то никто не работает. Если никто не работает, то, наверное, ты плохой разработчик, плохой администратор или плохой вообще человек, который радеет за то, чтобы компания работала. Соответственно, касательно best practice, все наоборот. Люди пытаются разрабатывать то, что уже разрабатывали, переписывали то, что уже разработано, и в какой-то момент понимают, что, ну, мы закопались настолько глубоко, что можем поплетаться и достать что-то из других систем. Отдельно я вынес штуку с тем, чтобы подкачить жиру. Вот, наверное, до этапа автоматизации процессов качать ничего не стоит с точки зрения разработки. С точки зрения администрирования, я думаю, Бенчик плюс-минус рассказал, что-почему. А вот если вы зашли эту автоматизацию, то расскажите. Я буду очень рад, и, на самом деле, наша встреча, наверное, создана для того, чтобы познакомиться, в первую очередь, и создать какие-то контакты для того, чтобы совместно решать проблемы. Ну, по крайней мере, я оставил за собой такую цель. Ну, в общем-то, если вы пошли по пути маркетплейса, то три простых ответа. Мы идем в Atlassian marketplace, смотрим, что там есть. Если не смогли найти ответ, то идем в Atlassian community, и спрашиваем, в принципе, сайт answers.plassian.com на большинство ваших вопросов даст ответы немножко вычленно, с немножко длинным обсуждением того, как делать не надо, и почему вы так делаете вообще. Но, в целом, эти два сайта дадут ответы на базовые вопросы. Если ответов нет, то, наверное, стоит локализовать плагин, который решает вашу проблему, и посмотреть на их непосредственную документацию. Как правило, у всех фрагинах найдись. Ну, вот, ребята из LM не соврут. Мы у них пыли периодически скрипчики, и всякие, и прочие клюшки, которые нам нравятся. На втором этапе, в принципе, много раз скажем до того, что мы можем скриптовать. В принципе, если говорить только про джиро, то формально я бы выделил вот такие три вещи, как scriptrunner, nfm и top-seastor key. Их много, в принципе, все они делают разные вещи. Scriptrunner, он крут тем, что там можно писать на настоящем языке программирования Google. И эти скрипты можно выполнять как для расширения workflow, как для хака issues, как для расширения и добавления каких-то визуальных модулей. Как в issue, как в программах, как в данный бардей, все что угодно. Либо просто запустить какой-то скрипт, который перелахватит базы данных, закешировать что-нибудь и решить какую-то локальную проблему. А jpn, он приносит такую вымышленную, на мой взгляд, парадигму на языке сил, simple issue language, который, в принципе, упрощает работу с issue. Ну, если писать на Java, то есть не на Google, то надо взять у компонента accessor, issue manager, ущий менеджера найти issue по его ID-шнику, потом взять у него, например, список custom field-ов, потом из этих custom field-ов взять custom field-проэдишнику, который пересвет в орг схему, и потом взять value, а value может быть набором option, например, и в этого option запрать то, что там написано. Ну, на самом деле, если твоя задача узнать значение поля и измерить его, то лучше написать одну строчку кода на simple issue language, чем вот такую вот конструкцию, где на каждом этапе тебе может вернуться, например, null, и если ты это не обработаешь, то ты получишь null pointer. В принципе, с груби схема примерно такая же, но за счет того, что это груби, можно решить эту проблему оператором вопроса в точечках, который работает по принципу если вернуться null, то верни null, а если не null, то верну. Если говорить про попсвифт, я думаю, много кто им пользуется, он предоставляет клиентский афиг. Просто пишем command line команды, а-ля ваш скрипт, который дергает этот попсвифт, он сам работает с Jira, с Confluence, он переносит данные, импортирует, медилирует, делает все подряд и, в принципе, полезная штука для типовых задач администратора. Если все-таки понимать, что ни marketplace, ни скриптри, ни состояние решить ваши проблемы, то, наверное, надо идти дальше. Ну, соответственно, надо писать. Чтобы написать достаточно трех китоков, почитать оклассы на SDK, скачать, установить, почитать Jira Cloudman Guide, посмотреть логички, понять, что, на самом деле, это самый обычный пивот Allspring, на который натянут на патч перец. Ну, и если вы, в принципе, знаете Java Core и знаете Spring, этого достаточно для того, чтобы написать какой-то базовый вагин. Вот, ну, написали, установили, ну... А, да, извините. В целом, Jira, такая штука, они решили внутри себя реализовать SGI-концепцию, такое модное слово. Там сейчас Nexus начал реализовывать, и Jenkins пытается эти долги, и, в общем, все пытаются уйти, будет, да. Никто не получается, но они хотя бы, когда ты им ставишь плагин, сами обычно не ломаются. А ломать плагин. Это их важное отличие от других систем. Вот. Соответственно, если создать всю эту древнюю конструкцию, то есть некая Jira Cloud, есть нулевой бандл, который включается раздача других бандлов. Каждый бандл — это непосредственно, ну, набор компонентов национала Spring. Давайте назовем так. На самом деле немножко не так. Ну, не важно. Вот. Есть какая-то кухня. В этой кухне могут быть как плагины сторонних вендоров, как плагины Jira. Например, с шестой, по-моему, версии они вынесли все в систему плагинов. Честно говоря, я не скажу. И, соответственно, если разработчик плагина поставил на своей модуле компоненты, что это публика 1, вы в своих плагинах можете честно забирать Jira Cloud, использовать его всегда, и все будет хорошо. Вот. Ну, в принципе, мы все знаем. Пишем первый плагин, компилируем, не компилируется. Ну, как и проблема понятна. Решаем все эти ошибки компиляции, компилируем, устанавливаем. Что дальше? Какие есть в принципе предложения? Плагины не столкуются. Нет. Вот у нас такое доброе, интересное приложение о том, что оно на самом деле Jira Cloud. Но, бывает, как бы нельзя пользователям устраивать, поэтому мы выпишем, что мы работаем. Главное написать, что все хорошо, мы работаем над проблемой, не волнуйтесь, пойдемте попить литок, и все решится. Ну, как бы пока вы все это откатываете, застанавливаете, установили, поправили плагин, пошли еще раз. Но, как бы, кейс, да, плагин не устанавливается, но бывает. Ладно. Блог с ним, нашли ошибку, прочитались, тэф-трейсы, загуглили, в принципе. Ну, дверей-то много. Установили. Что они там? Да. Один из модулей не стартанул. Да, один из модулей не стартанул, но грустно, как бы. Без него, конечно, не выживет ничья, но, скорее всего, это самый важный мод. Потому что, давайте, честно, самый важный мод, у него больше всего зависимости. Он зависит от всего, и он падает. Потому что, ну, там все, то есть, смотреть, ну, сложно. Ну, ладно, блог с ним. Вот это, на самом деле, очень интересный кейс. В том плане, что плагин, который вот был установлен, получил такую ошибку, он был написан полностью честно, и более того, он работал. Но в какой-то момент, при заходе на одной странице этого плагина, ну, выдаются 50 ошибок. При этом, раньше она работала. И, на самом деле, ничего не произошло. Ну, кроме одной маленькой вещи, есть такие ребята, они там портфолио пишут и прочее, да? Вот мы установили их плагин. И после этого наш плагин сломался. Как вы думаете, что вообще может произойти такого, что сломался плагин, который ломается при установке другого плагина, причем, который в адвайсер-маркетплейсе был, которым пользуются сотни тысяч людей и все доложили. Ну, я просто расскажу пример о том, что беда происходит негаданная. Другой кейс, к предыдущему времени чуть-чуть позже. Мы установили плагин, все работает. Но потом, через день, жиров плагин. Ну, как бы, смотрели первую мелодию, ну, нормальный плагин. Ну, вот оно бывает. Как бы, все просто. В jr есть такая интересная штука, jrreductions. Ну, вот это вот типичное объявление, какой jrreductions вернуть, какую jrreductions отобразить. Ну, и в целом, при заходе вот в каком-то конкретном муру, будет отрисована какая-то страничка, там будет выполнен jrreductions и все хорошо. Вот, при заходе на такой редакшен, та же как раз и выпадала. В принципе, вот вариант с GSPIN, вот вариант с VELOCITY темплейтами, если кто-то знает. Ну, в принципе, и оттуда, и оттуда можно дергать jrreductions и генерировать это, что я могу сказать. Вот этот вот экшен у нас, к сожалению, сломался. Сломался вот так. Экшен назывался у нас вот так. Долгое расследование показало, что если перемирать экшен, то все хорошо. Даже при установленном портфолио. Мы нашли проблему. Вот он, jrreductions.26.27.5. Который говорит, что, ребят, если у нас есть два подмена, у которых имя класса, нет, имя пакета плюс имя класса, только имя класса. Одинаково, и это jrreductions, то, ну, извините, один из них будет не работать. Кто последний установился, кто-то неправда. А, ну, логично, что экшенов с таким названием, плагинов от вас, я думаю, много. Моя бы рекомендация была бы вам, но как-нибудь обозначить, что это ваша компания, ваша группа разработчиков, еще кто-то. Ну, в общем, пишите туда все, что хотите. И держу это было уникально. Хоть генерируйте хэшом, хоть как-то. Главное, чтобы вы были одни-таки единственные весь marketplace. Потому что однажды придут админ и скажут, вы какое написали, что оно все сломало. Ну, бывает. Я знаю, ты еще забыл помнить, что помимо разных имя, ну, разных имя пакетов, принесли еще разные паслоды, на самом деле. А, да, абсолютно разные паслоды, абсолютно разные SGI-бамбы, они не используют друг друга никак. На самом деле, могу еще добавить кейс. Там можно объединить несколько выборов с одним OLO, с одним аверсом. И тогда можно приобрести стандартный, редкий, достаточный кейс, но который, тем не менее, иногда приходится использовать. Можно точно так же случайно забыть изменить айтишник, но тогда флаги просто не останавливаются, это хорошо. Так вот, этот ищу был обновлен 6 дней назад. Заведен в 2011 году. И к нему привязана задача с решением, в рамках которой было прописано решение. Вот, собственно, комментарий касательно решения, которое было приведено. А вот само решение. Я дам пару минут почитать. Давайте. В общем, я посмотрел, и да-да, если имя классов совпадает, то как бы она не работает. Но я не справился с бедой. Я пошел в документацию на сайт developer.classin.com и сказал, что если вы создаете developer.classin.model, то пишите уникальное имя класса, иначе никак. И, ну, собственно, вот что он написал. Надо стараться писать все уникально. Если вы напишите, так и напишет еще кто-то, то, ну, как бы, извините. Мы как бы за этим не вручаемся. И даже если у вас разные люди пакетов. Ну, обычно же com.classin, это сайт компании наоборот. Ну, у нас тут, Roosevelt, вроде бы, ничто не предвещало беды, но бывает. Давайте пойдем дальше. Собственно, что ломалось? Почему был NPE? Потому что не работал, непосредственно, авторвайер. Причем не работал авторвайер любой. Он не мог не сделать ни dependency injection, не мог не сделать через компоненты accessor статический модуль забрать непосредственно компоненту, и не мог сделать это через constructor class. Потому что, ну, извините, я не знаю, как с этим жить. Был, вроде бы, в своей песочнице, но у меня где-то такой action был. В свое время мы покопались в исходниках, нашли как-то регистрируется action. И если очень сильно упростить, то это кэшмапа, где ключ, это класс, name. Без пакетов. Как бы... Кошмапа, коллизия, не знаю, что делать. Как разрушить dependency injection, тоже непонятно. Привел немножко хода. Что с ним не так, просто сказать. Это разные способы забрать user-менеджер компаний. Вот этот автовар не работает, если он не сэкшен. Это мы уже обсудили. В принципе, в большинстве случаев, в большинстве плагинов он работает. Если не работает, там обычно документация класса, конфлиенс, битбайт, у всех у них одинаковая проблема. Пишут, что надо решать так. Не использовать здесь автовар только в этом классе, только в этом хотите. Используй там dependency injection или компонент access, либо компонент менеджер, что угодно. Вторая проблема, ну, если вы пишете static, то, наверное, вам руку надо приближать. Потому что, на самом деле, OSGI в англое и компоненты, ну, они меняются динамически, и хорошо выглядят динамически. Ну, разница между компонент, G-компонент и G-OSGI компонент в инстинкском составе. Кто-то знает. Вы живой вам порт, смотри. Все просто. Г-компонент будет искать сначала непосредственно этот класс. Если это оказывается интерфейс, то он найдет интерфейс, но он будет искать только в период интернешера класс и вашего кабина. То есть он будет смотреть на два постелка. Ходит волк. И на тогда можно это все подкачить и сказать спрингу, ищи еще блин. G-OSGI компонент в инстинкском составе делает то же самое, только, конечно, по всем системам. Ну, вот, наверное, документация о том, что есть два интересных метода G-компонент цепи, который, на самом деле, вернет optional. И если раньше надо было писать вот такую вот интересную конструкцию, компонент-менеджер getInstance, потом у него getState, и узнать весь контейнер принципованный бусалайст. То есть, чтобы узнать установленные прогибы, которые тебе нужны в модуле, а каких прогибов может быть куног, которые несут реализацию одного и того же модуле, тебе надо было сделать вот такое вот переседание с обладанием непосредственно тех номеров, в которых ты точно предоставишься. Сейчас они реализовали правду с версии седьмой, такую интересную сейфи-возможность, и аналогичную штуку переписали вроде бы как компонент-класс, и сделали более надежным getInstance. Соответственно, что то, что то, то может вернуть ничего. Так бывает. И все эти методы чудесные getComponent, autowire, getOSGI-компоненты все вернут null. А если null и мы не проверили это, то lowpoint это как у нас redemption. Так, это наш косяк, мы не проверили на null, потому что было autowire, но мы не знаем. Вот это пример реального кода из marketplace. Который отображает и иллюстрирует довольно детально проблему, которую я описал. Видимо, таким образом разработчик пытался локализовать проблему, почему же он null, и учитывать это явно в лобах. Но... Зато удалить... Не знаю. Очень без комментариев. Ну, учитывая, что я смотрел в ход, это оставили сознательно. Может, там были другие комментарии, или облоги, что оставьте, это работает, я не знаю как, но оно есть. В принципе, да, если у кого-то есть доступ к исходному коду Jure, почитайте комментарии. Там есть очень чудесные комментарии в духе «Никто не знает, как это работает, но это работает, не меняйте», или «Вы знаете, как она в базе у нас неконсистентная, в любой момент может сломать всё, а другого нет». Ну, это была версия 6.4, можете всё поправить. Или срочно пофиксить с четвёртой версии это всё. Есть такое, да. В общем, ребята пишут, и вот Гонщик сказал, что сначала фичи, потом баги, потом перформанс, да. На самом деле пишут немножко не так. На самом деле пишут фич с багами, потом правят баги. Не надо писать баги, ребята. Это очень плохая коннекция, честно. А произведем баги? В принципе, можем ещё поговорить про экшн. На самом деле это не экшн, просто так совпало, это был экшн. На самом деле нет. Есть такая ошибочка, говорит, что x-lot-model-descriptor это уже непосредственно confidence, но то же самое можно организовать в GD. Он показывает просто одну ну, элементарную тенденцию, говорит, я не могу развалить о изжая зависимости, и поэтому я не думаю, что устанавливать. Ну, точнее, я устанавливаю все, кроме одного модуля. Ну, вот того самого важного. Откуда ноги растут? Ну, вот, да, посадлю немножко чё-то нашего кода. Ноги растут оттуда, что у нас есть в том числе content entity manager и это интерфейс. И этот интерфейс можно реализовать при помощи space manager. У нас есть два разных класса, которые используют один напрямую конкретную реализацию этого интерфейса, другой ссылается на интерфейс. И это классическая спиринговая бага, касательно того, что ты явно в коде должен указать, что я действительно хочу content entity manager в этом классе, а не space manager. Либо, если надо разрулить зависимость набора, то квалифайер надо поставить за 10. В принципе, гуглиться быстро, но неприятно, потому что обычно ты привык, что если у тебя что-то упало, надо смотреть чуть-чуть не так в коде, а с виду все так. И явно понять, что content entity manager это интерфейс для space manager, space manager и прочих вещей, это непонятно. и ни идеи, ни субнимаемые, ни клипс не знает, в чем кто разрабатывает, это не найдет. Грустно, но можно исправить уже хорошо. Есть много вещей, которые можно не исправить. На самом деле, как не надо, на этом давайте останавливаться. Я могу долго продолжать, и бесконечно, наверное, уже. Но давайте останавливаться. Как надо. Это открытый вопрос, и на самом деле, есть у кого какие вопросы, предложения, касательно как надо, и касательно того, что я сказал. А если не показывают то, что было покажено, как надо, это просто да. Не, если честно, в какой-то момент в своей жизни я пришел к решению, что лучше не надо писать. и когда они хотя бы ломаться. Администраторы на нас пришли к решению, что если жиры не будут пользоваться, то она не упадет. Ну, по крайней мере, об этом никто не узнает или не заведет инцидент. Нет вопросов? Серьезно. То есть, честно, я пришел за ответ. Достаточно на QA. Значит, на QA? Да. QA не поможет. Потому что у нас тестируют разработчики, они хорошо сидят. Великолепные. У них все всегда проходит. Хэппи Паск, знали, проходит, значит все работает. Вы хотели в QA, но все работает. QA, но QA, но как? Прикольно, на люди. Не надо когда-то плющие сроглиться. Да я на самом деле шутки шучу. Если вопросов нет, давайте на это весело мы на это закончим. В принципе, всем спасибо. Надеюсь, всех поэксилю. Контакты есть. QA, да. Самый папостный слайд. Спасибо, что подходит.